Добрый день! Видео с прошлой реконструкции за 11.05 было примерно 5 месяцев назад. С тех пор я больше не снимал видео в подобном формате, хотя я дважды обновлял свое время. Это было 11.03, было, наверное, прямо сразу же после 11.05. Ну, я не стал заморачиваться с видео ради такого незначительного достижения. И было еще время менее 11 секунд, тогда 10.89, но там я не смог восстановить реконструкцию. Видимо, ошибся в скрамбле, поэтому... Ну, и реконструкции не было, значит, не считается. То есть, ну, ошибся в скрамбле, бывает. И, как вы знаете, я редко тренирую кубик 3х3, но неделю назад я был на чемпионате в Воронеже. И, естественно, я участвовал в кубике 3х3. Перед раундом достал свой кубик и лонг ВРМ и решил потренироваться. Сейчас вы увидите скриншот. Там предыдущая сборка была сделана, например, месяц до этого. То есть, месяц я на таймер кубик 3х3 не собирал. Это не говорит о том, что я вообще не собирал 3х3, но именно вот на время не тренировал. И, что удивительно, в первой же сборке мне выпадает пейвел эскип. Сама сборка достаточно удачная. И новое лучшее время, поставленное на чемпионате, но не в официальной сборке. 10.68, 43 хода. И сейчас я, наверное, попытаюсь воспроизвести то, что я там делал. С крамба будет в описании и внизу экрана выглядит вот так. B2, R' U2, B2, U2, L, D2, L, U2, L2, U2, F', L2, R2, B', R', F', U, B', R', U'. И вот такой вот. Ну, при инспекции я обычно перехватываю вот так, потом смотрю, поскольку, ну, в основном с белого начинаю собирать. Я умею, конечно, из желтого делать это достаточно быстро, но чаще собираюсь с белого. И что я здесь сразу заметил. Оранжевая и синяя ребра стоят удобно. То есть можно сделать вот такой вот ход. И синяя, опускаясь, в удобное положение поставить оранжевая и зелененькая тоже станет хорошо. То есть мы сделали ход U', R', F. Стоят уже оранжевая и синяя, сверху зеленая. Здесь можно, конечно, сделать U' и потом опускать и смотреть. Но я на самой сборке сделал сначала переход, а потом U'. Тем самым я сразу заметил бело-красное ребро. То есть поставил зеленое, продвинул ходом D, поставил красное и, сделав D2, собрал правильный крест. Сразу заметил вот эту зеленую-красную пару. Но из этого положения она решалась не очень, как по мне, удобно. И также мне на глазу попалось еще бело-сине-красное. Поэтому я сначала решил ее. Сделал R' U, R, U2. То есть перевел ее на трехходовку и не стал через B загонять. Она перехватила Y и отсюда загнал. Я все помнил про бело-зелено-красную пару. Она должна быть вот здесь. С таким вот перехватом и ходом 2. Ну и просто загоняем. Дальше я заметил бело-сине-оранжевую пару. Вот так вот легко перехватил и разбил на трехходовку. Отвел ее к заднему слоту и загнал. Зеленое-оранжевое ребро перевернутое стоит в своем слоте. Уголок вот здесь. Это все приводится вот к такой паре. Ну я сразу сделал U2. То есть эта пара отсюда решается вот так. Дальше. Я с этого положения сразу сделал U2. Не помню уже каким пальцами. Вывел на трехходовку. И как бы можно было сделать вот так и через фронт загнать. Но я сделал еще один перехват. Загнал вот так. И вышло, что у меня восьмерка сразу без перехватов отсюда делается. Вполняю стандартный алгоритм для восьмерки. А мог бы я сказать, что это ZBLL, но нет. Это обычный алгоритм для восьмерки. И доворот U2. PBL Skip. И все. Сборка за 10.68. 43 хода получилось. ТПС 4.03. Низкий, как обычно. Ну, будем надеяться, что следующее видео будет чуть раньше, чем через 5 месяцев. И скоро, быть может, будет и САП-10. Ну, не факт, что в следующем видео подобного формата. Будем ждать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.